всем привет друзья и дорогие гости моего канала меня зовут света добро пожаловать вы смотрите мое новое видео и я думаю что со многими из вас благодаря этому ролику мы познакомимся впервые потому что он очень особенный я вас сегодня знакомлю с новым членом нашей семьи это пленочная 3d фотокамера не шика м8000 сегодня я бы хотела немного рассказать про ее устройство принцип работы и показать вам наглядно что получается в результате потому что стереофотография сейчас в россии она в принципе еще не так популярна но этим летом она активно набирает популярность и я думаю что это видео если вы ищете что-то что могло бы вам рассказать чуть больше на русском том как работает мишика и как создаются 3d фотографии я думаю что это видео сможет вам помочь я давно замечал такие фотографии в инстаграме вот и мне было очень интересно как они делаются я пробовал различные приложения для айфона которые уже являются аналогом но все это было довольно таки стремным и очень цифровым после месяца поисков такого фотоаппарата в россии я понял что его в принципе нет и его невозможно найти по крайней мере москве а если в москве нельзя найти такой фотоаппарат я думаю что его практически нет во всей россии заказал его из южной кореи и теперь хочу начать с того что знакомство со стереофото у меня случилось в моем детстве когда у мамы я нашла в коробках с фотоальбомами с печатными фотографиями картриджи с таким маленьким устройством который называется стереоскоп я подготовила его чтобы показать вам видео у меня это до сих пор какое-то волшебство потому что только представьте что в молодости наших родителей все фотографии делались на маленьких картриджах чаще всего это стереопара снимок из двух кадров который совмещается благодаря вот этому маленькому устройству в одно изображение объемная выпуклая из-за чего у вас создается ощущение что она сделана формате 3d особенность не шики в том что благодаря своим четырем объективам вот они здесь она создает в одну секунду в один момент четыре кадра одновременно и например если вы покупаете пленку с 36 кадрами то на выходе вы получите всего 18 и они будут состоять из четырех маленьких нарезок потому что здесь внутри камеры когда вы смотрите в объектив вы видите маленькое окошко которое четко показывает вам границы которые будут использованы остальные части фотографии из-за того что кадров используются больше они будут обрезаны что хочется сказать об особенностях постановки кадра когда мы делаем фотографию на нишику самое главное это сделать снимок интересным особенности 3d фотографии заключается в том что нам нужно чтобы какой-то предмет был на первом плане основной наш объект да то есть это сегодня аня должна быть где-то посерединке и на заднем фоне был бы тоже какой-то объект это делает фотографию более наполненной заставляет ее двигаться и когда перемещается кадр со всех сторон вы фиксируете одну точку например это если это портрет человека то мы фиксируем на какой-то части лица глаз нос или рот и совмещая слои получается так что двигаются у нас все объекты а лицо остается как бы на месте вот это основные моменты с которыми мне бы хотелось вас сегодня познакомить благодарю вас что вы посмотрели это видео я надеюсь что она оказалась вам полезным проходите внизу по ссылкам в наши инстаграм и увидимся с вами в следующих видео желаю самого счастливого дня пока а